Вы представляете этот идиотизм на государственном уровне? Это же дебилизм! Как можно было это не предусмотреть? Идиоты! Вот такая вот страна, страна идиотов. И он был уверен в том, что если бы он поговорил с Ельцином, то войны бы не было. А уверенность, я так думаю, может быть только в том случае, если у него было что предложить Ельцину. Летучий испанец. Можешь прокомментировать ситуацию мусульман в Азербайджане о общую ситуацию в этой кавказской стране? Ну, я не сильно как бы в курсе того, что там происходит, поэтому ситуацию мусульман как-то комментировать я не буду. Но я в целом скажу, был в Азербайджане. Ощущение, ну, дежавю. Примерно такая же ситуация, как и в Чечне. Такой же культ отца Алиева. Везде его памятники, везде улицы его имени, там скверы, здания, дома, парки, аллеи. Все, короче, имени этого Гейдара Алиева. Любой таксист, когда ты садишься к нему, первое, он тебя спрашивает, откуда. Алиева, когда ты ему отвечаешь, что ты чеченец, чечни, ну, то есть для него важно понять, что ты не местный. Ты не местный, и все, разговор начинается с проклятий в адрес Алиевых. Это как бы стандартно. Вот я с каждым таксистом в Баку, и не только в Баку, я натыкался на... И не важно он там, кто он, каких он убеждений религиозных придерживается, шиит, он, суннит, он, не важно. Кто бы он ни был, народ в целом там, они недовольны этой властью. Границы Азербайджана со стороны Дагестана называют бриллиантовым мостом, потому что деньги плывут рекой. Золотой мост его называют. Этот мост между Дербентом и... Между Дербентом, и я не помню, как это, населенный пункт там называется. И если вы там были, то вы просто... Вы бы ошарашены были бы этим мостом. Его название и его состояние этого моста, это настолько, как бы, противоречащие друг другу вещи. Этот мост, он как будто бы после войны, и его как будто бы глубинными бомбами забрасывали. Там прям дыры сквозные. И он настолько экстремальный. Этот транспорт, он вынужден, вот там не могут, например, оттуда и отсюда одновременно машины ехать. Должна сначала оттуда машина проехать между вот этими. Ну вот чеченцы хорошо вспомнят, как у нас в Грозно, помните, мосты были глубинными бомбами пробиты. И машины вынуждены были вот так обижать их, как-то там еле-еле пробираться на ту сторону. Это какой-то экстремальный спорт был. Вот именно вот так выглядит сегодня мост между Азербайджаном и Россией. По крайней мере, тогда он, в 2014, по-моему, я по нему ездил. Вот тогда он так выглядел. Я не думаю, что его сейчас сделали. И называют его золотым мостом. А золотым его называют потому, что те деньги, которые делаются вот на этих двух таможнях, этих денег хватило бы, чтобы этот мост был золотым. В прямом смысле он мог бы быть полностью из золота. Там настолько огромные деньги делаются, забираются у людей, отнимаются. В общем, это, конечно, смешно все, но это настолько жесть. И главное, азербайджанская таможня, она еще ее как-то логически можно еще понять. Российскую ее понять невозможно. Вы представляете, ты не можешь ее пешком пересечь. Ты не можешь российскую границу прийти вот пешком и пройти, значит, КПП и уйти в Азербайджан. Ты не можешь. Как? А вот так просто ты не можешь. Ты должен быть на машине. Вы представляете, ты, я, мы столкнулись с такой ситуацией, когда мы заехали на машине, вот ты, открываются перед тобой, значит, ворота, шлагбам там открывается, ты заезжаешь. Потом пассажиры должны выйти, зайти, ну, в здание в это, заходите. Пассажиры только, не водитель, водитель остается. Пассажиры заходят, здесь, значит, они отдают свои паспорта, пограничник задает какие-то стандартные вопросы, ставит штампы, что ты выехал из России. Ты проходишь через металлодетектор, твои, если у тебя есть какие-то вещи, то их тоже проводят через рентген. И все, ты вот прошел, и ты как бы уже, ты находишься на территории КПП, но у тебя уже стоит штамп, что ты выехал из России. Все, ты как бы не в России. И ты должен далее вот так пройти, и там ты выходишь, обратно выходишь, значит, к дороге, а твой водитель, он в это время отдельно здесь, не заходя туда, он прошел это, ему здесь поставили этот штамп, он проезжает, здесь останавливается, вы должны сесть в машину и выйти. И вот вы представляете, вы проходите, здесь выходите, и здесь вы уже узнаете, что водителя вашего не пропускают, у него с автомобилем, ну точнее автомобиль не пропускают, у нее там какие-то проблемы, у этого автомобиля. Он, водитель может пройти, так же как вы, но машина не может проехать. И все, водитель вынужден обратно выехать, машину припарковать, но пешком он зайти не может, а вы пешком выйти не можете. Представляете, вы остаетесь в заложниках здесь, в этой ситуации, вы, он должен как угодно, должен на машине к вам подъехать, на другой машине, или какая-то другая машина должна вас взять, но вам пешком выйти не дают, ни в эту сторону выйти не дают, обратно в Россию, ни в Азербайджан вам выйти не дают. Вы представляете, этот идиотизм на государственном уровне, это же дебилизм, как можно было это не предусмотреть, идиоты, блин, как я там, я просто не знал, что, как на это реагировать. Стоит этот пограничник, ты ему говоришь, ну как, как вы не могли это предусмотреть, вот что я сейчас должен сделать, у него нет ответа, он просто говорит, все, ждем автомобиль, ждите. И вот так мы простояли там часа три-четыре, потом битком набитая какая-то азербайджанская машина, мы туда уже как-то впихнулись туда и проехали. Вот такая вот страна, страна идиотов. Султанов Шамиль, Салам Тумсо, смотрел интервью генерала Рохлина, где он говорит, что Ельцин мог договориться с Дудаевым без войны и выхода Чечни из РФ, просто дать Чечне больше автономии. Пошел бы Дудаев на это или война была неизбежна? Салам, Шамиль. Мы не можем знать, что было, что не было, но я точно знаю, что Дудаев говорил, для того, чтобы избежать войны, ему нужно было просто поговорить с Ельциным. Телефонный разговор ему нужен был просто, и войны бы не было, но ему не дали этой возможности. Он звонил в администрацию президента, и там постоянно ему говорили, типа, сейчас Ельцина нет, сейчас он не может и прочее. В общем, не дали им пообщаться. Дудаев был уверен в том, что если бы этот разговор состоялся, то войны бы не было. По всей видимости, Дудаев, я так думаю, был готов идти на какие-то уступки. Дудаев ведь не был больным человеком, жаждущим войны. Мы ведь прекрасно понимаем, что Дудаев был самым адекватным из самых адекватных. Это был очень грамотный, умный, опытный, такой стратегически опытный человек. И он прекрасно понимал, к чему может привести война, что война это великая беда. Он ее не хотел, и он всячески пытался ее не допустить. И он был уверен в том, что если бы он поговорил с Ельцином, то войны бы не было. А уверенность, я так думаю, может быть только в том случае, если у него было, что предложить Ельцину. Некое предложение, от которого Ельцин не смог бы отказаться. И это предложение не может быть без каких-либо взаимных уступок. Поэтому, возможно, Дудаев был готов идти на какие-то уступки. Но не жертвуя, конечно, нашим суверенитетом. В общем, нам сейчас остается только догадываться, делать предположение, что это могло быть. Но я верю Джохару. Я верю, что если бы он с ним поговорил, то мы бы избежали бы этой кровавой бойни. Субтитры создавал DimaTorzok